Романы, повести и рассказы 35 лучших писателей Приморского края в 12 томах. Впервые за всю историю существования дальневосточной литературы в свет выходит региональная антология. Совсем недавно презентация ее первого тома прошла во Владивостоке. Когда ждать выхода остальных и другие интересные подробности о просветительском и образовательном проекте, мы узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Наталья Сергеевна Милинчук, кандидат филологических наук, руководитель образовательной программы «Филология. Русский язык и литература» Восточного института Школы региональных и международных исследований ДВФУ. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Николаевич Зубрицкий, директор дальневосточного филиала фонда «Русский мир». Здравствуйте. И Александр Владимирович Колесов, директор и главный редактор издательства «Рубеж». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, конечно, мы поздравляем для начала вас с издательством первого тома. Я понимаю, что была проделана просто грандиозная работа. Расскажите, с чего все начиналось. Нам интересны все подробности. Я думаю, все начиналось с замысла. Когда ты занимаешься четверть века региональной литературой, то и издаешь книги, периодические издания, то, кстати, осмысливая. Ты, оглядываясь назад, понимаешь, что на Дальнем Востоке всегда существовала грандиозная, очень красивая, яркая, содержательная литература. А в 90-е годы многие авторы были забыты. И, в общем, так сложилось, что сегодня многие имена уже и не помнятся читателям. Не только молодым поколениям, но и нашим поколениям тоже, как я говорю, в таких случаях библиотеки обескровлены, потому что не переиздавалась дальневосточная классика. Одним словом, возникла мысль сделать, вот взяться за такой большой проект, регион, образующий большой проект антологии литературы Дальнего Востока в 12 томах. Только эти 12 томов, они будут обнимать все пространство Дальнего Востока, охватывать всю региональную литературу. И мы решили начать, мы решили, что это, видимо, справедливо, поскольку здесь находится, в Владивостоке находится и работает редакционный совет, рабочая группа. Мы решили начать с Приморского, с тома Приморской прозы. И вот он выпущен, и мы будем двигаться дальше. Он очень внушительный, очень красивый. Скажите, сколько страниц этой огромной книги? 880. Мы выбрали максимально возможный книжный формат. И, в общем, как бы такой оптимальный, с технологической точки зрения, объем, чтобы можно было эту книгу держать в руках, с ней работать, листать, читать. Почему так? Потому что надо же вместить в один том всю региональную литературу, условно говоря, за 100 лет. Где-то литература меньше, где-то больше. Я имею в виду количество авторов, количество текстов. Но так или иначе, в одном томе должна быть как-то объединена вся эта региональная литература. Ну, там, в Хабаровске, в Магадане, на Чакотке, на Сахалине, в Приморском крае. Мы, конечно, все, безусловно, понимаем необходимость издания такого замечательного, таких томов, дальневосточной литературы. Но все же мне бы хотелось обсудить этот момент с вами. Для фонда «Русский мир», а я вызовляю его для «Восточный филиал», для нас этот проект является стратегическим. Вы абсолютно, Анна Справедлива, в своем вступительном слове сказали, что это просветительский проект. Я бы даже сказал, целое движение и дело не ограничивается изданием отдельно взятого тома, отдельно взятой книги, либо томов в каждом субъекте Древнеосточного федерального округа. Дело в том, что в последнее время федеральный центр получил большое внимание, он вновь уделяет Дальнему Востоку. Появляются новые возможности, в том числе экономического роста, развития. Но без гуманитарной составляющей этот проект экономического развития обречен на неудачу, потому что мы должны понимать, знает ли общество свою историю, знает ли общество свои корни, свои традиции, знает ли свои смыслы, ценности и, в конце концов, знает ли свою литературу. И этот проект – это возвращение обществу жителям Дальнего Востока, их литературы, их книг, их истории, их традиций. И, как я говорил на презентации, это возвращение домой, но с мечтой о будущем. А Дальний Восток с его проектами – это настоящая мечта о будущем. Русский мир не объятен, но мы считаем, что есть русский мир Тихоокеанской России. И поэтому знание своей литературы – это очень важно для жителей Дальнего Востока. Можно я добавлю некий момент? Я вот сейчас подумала, что, наверное, нужно вспомнить сегодня профессора нашей кафедры, уже, к сожалению, покойного Сергея Филипповича Крившенко. И вот в связи с чем? Вот, например, в 70-е годы, 80-е годы XX века ему приходилось отстаивать само понятие дальневосточной литературы. То есть многие люди не принимали этого термина, не понимали, и вообще под ним часто понималась некая провинциальная литература, которая, например, в чем-то не дотягивает до литературы настоящей и так далее. Но сейчас мы говорим о дальневосточной литературе как о такой одной из граней великой русской литературы. Ну там великой, не великой, но настоящей, скажем так, которая, с одной стороны, и в художественном отношении не ниже многих образцов, хорошо нам известных. Но самое главное — это особые тексты, которые отражают вот какой-то особый мир. Нам с вами хорошо знакомы и родной. Может быть, поэтому мы часто не замечаем этой самобытности, уникальности. А для кого-то совершенно экзотические и невероятные в них такая энергия, такая, ну я не знаю, сила настоящая. И эта, конечно, книга сейчас настолько вовремя, вот вы сказали, да, о том, как важно ее сейчас выпустить. Она даже и вышла в это время не случайно. Она как бы сама, конечно, Александр Владимирович сыграл огромную роль и все, кто ему помогал. Но вот она именно сейчас появилась на свет, потому что она нужна людям, и я думаю, что она очень будет востребована. Знаете, в дополнение к тому, что сказала Наталья Сергеевна, я с ней абсолютно согласен. Хотел бы вот что еще отметить. На самом деле сегодня принято уже начинать говорить о том, что писатели, наши российские, русские, представители классической литературы, в том числе и древосточные, это настоящие лидеры общественного мнения. Сегодня такие лидеры для людей нужны, сегодня необходимо вспоминать их имена, потому что эти лидеры несут философию, менталитет, они несут знания нашей идентичности. И сегодня эта история очень востребована. Мне кажется, вообще сегодня наблюдается действительно некий подъем дальневосточной литературы. Наши авторы выпускают книги, и благодаря издательству «Рубеж», безусловно, когда выходят книги об Элеоноре Пре, они пользуются огромной популярностью, и главное, что у молодежи. Правда ведь? Это очень важно, мне кажется, и действительно своевременно выходит антология дальневосточной литературы. Расскажите, как скоро ждать выхода остальных томов? Наверняка сейчас работа кипит, все в процессе, я знаю, что рабочая группа не только во Владивостоке действует, а и по всему Дальнему Востоку. Да, действительно. Редакционный совет большой, в котором входят представители интеллигенции, писатели, филологи, библиотекари, государственные деятели со всего региона. В Владивостоке находится рабочая группа, которую Александр Николаевич Зубрицкий возглавляет. Мы выстроили творческий процесс, создали рабочие группы на местах, и сейчас, когда дело пошло, когда вышел первый том, и есть уже договоренности принципиальные практически во всех регионах, мы предполагаем, нам бы очень хотелось, точнее говоря, чтобы так и было, что в течение 2017-2018 годов с Божьей помощью нам удастся выпустить все 12 томов. Это колоссальная большая работа, мы к ней готовы. Конечно, сегодня для всех культурных проектов, и тем более просветительских, за главным является финансовый вопрос. Если нам удастся его решить, как мы рассчитываем, как мы предполагаем, то мы к концу 2018 года должны выпустить... С такими вещами важно не затягивать, и вот в чем дело, и поэтому надо будет как-то постараться. Я думаю, что все будет хорошо. Мы поговорили немного об уникальности антологии, а сейчас хочется поговорить о ее наполнении именно. Там тома они делятся как-то, да, вот, например, это том с прозой, насколько я понимаю. Приморская проза. Приморская проза, безусловно, да. Какими будут остальные? Там есть томы об эмигрантах наших, да, том с поэзией, правильно я понимаю? Да, да, да. Ну, у нас будет 9, у нас в Дальневосточном федеральном округе 9 регионов, и вот будет 9 томов прозы региональных. И будет еще 3 тома дополнительных, как бы не имеющих прямых хозяев, но без которых антология была бы неполной. Это том, посвященный отданной поэзии, то есть он будет состоять из 9 региональных поэтических подборок, в одном томе будет только поэзия, вся лучшая поэзия Дальнего Востока. Том, посвященный фольклору, весь региональный фольклор, национальный главным образом, разумеется, фольклор, тоже объединен в отдельный том. И том, один том, это проза и поэзия Дальневосточной миграции, или, как мы еще говорим, русского Китая, которая вот является тоже частью Дальневосточной литературы. Достоянием. Достоянием, той самой краской, которая одной из самых ярких, которая, в общем, которая украшает Дальневосточную литературу. Ну, и важно еще отметить, что если европейская эмиграция, авторы европейской эмиграции, они были уже много раз изданы, переизданы, хорошо известны, то эмиграция Дальневосточная, литература Дальневосточной российской эмиграции, она, по большому счету, еще вот таким вот образом, цельным, никогда не была представлена. То есть, отобраны лучшие тексты, лучшие авторы и прозы, и поэзии. И это все будет в одном томе, в одном из 12 томов. Отдельно хотел бы отметить, и, кстати, поблагодарить Александра за вот эту великолепную идею, издать отдельный том произведений представителей Восточного исхода, наших литераторов, писателей, которые оказались в воле судьбы в Харбине, в других городах. И для Фонда Русский мир это очень важно. Действительно, Восточный исход, в отличие от Западного, он не до конца изучен, не до конца открыт. И сегодня, в год, когда отмечается 100-летие со дня революции, когда мы все-таки, к сожалению, консультируем тот факт, что общество не до конца консолидировано, не до конца объединено, не до конца есть общие подходы, понимание тех событий, влажности их, конечно, чрезвычайно необходимо знать, изучать и читать литературу наших соотечественников, которые в воле судьбы, к сожалению, оказались за пределами нашей страны. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Александр Владимирович, хочется узнать об авторах. Давайте поговорим об этом. Давайте. Это самое интересное, пожалуй, потому что я начну сначала. Я скажу, что у этого тома два составителя, Александр Лобачев и ваш покорный слуга. И Александр Лобачев, наш известный литературный критик, он написал, с моей точки зрения, блистательную статью. Она называется «Восточное побережье русской литературы». Большая статья, которая, так сказать, объемлет вот все это литературное пространство. Здесь, с моей точки зрения, никто не забыт и ничто не забыто в этом тексте. Упомянутые, во всяком случае, все, вместить всю литературу дальневосточную. Вот даже в такой большой том было просто невозможно, при том, что нам хотелось... То есть у нас была цель печатать, как можно стараться опубликовать в томе вещи целиком. Если есть здесь фрагменты романов и повестей, то, главным образом, основные публикации, они здесь цельные. Рассказы, повести мы давали целиком, чтобы можно было составить более цельные представления об авторе. Том открывает очерк Владимира Николаевича Арсеньева. Здесь же рядом Николай Петрович. Представлено творчество Николая Петровича Матвеева Амурского. Был у нас такой один из первых, если не самый первый, прозаик, издатель, журналист и летописец. И замечательно представлен советский период, потому что в советский период было много ярких авторов. И мы постарались там лучших во всяком случае включить. Борис Можаев, Лев Князев, Виктор Пожидаев. У нас в том включен очерк «Олень и цветок» Михаила Пришвина. Этот автор, ну как бы, не жил в Владивостоке. Да, ну просто, да, цикл очерков. Он здесь был в командировке в 1931 году, прожил три с половиной месяца, написал несколько замечательных текстов, которые и без его этих текстов дальневосточная литература, как мы убеждены, не была бы полной. В книге, в томе 35 авторов, из них 10 работающие, действующие писатели. И это тоже важно с нашей точки зрения. Но из чего мы исходили, когда составляли итог? Мы исходили, прежде всего, из того посыла, что нам хотелось главным образом соблюсти один-единственный критерий эстетический. То есть, лучший текст отобрать. То есть, уйти от какой-то корпоративности, какого-то такого подхода, там, нравится-не нравится, а просто выбрать лучшее. И, как бы, по гамбургскому счету, отбирая авторов и их тексты, мы вынуждены были не включить, ну, достаточно многих, в том числе, из действующих сегодня авторов, к сожалению. Но, опять же, подчеркиваю, мы исходили из того, чтобы сохранить критерий отбора, вернее, воссоздать этот критерий. Он был в последние годы заметно утрачен, понимаете, как бы стало так много на Дальнем Востоке литераторов и людей, которые называют себя писателями, что нам кажется, что для грядущих поколений, для сегодняшнего молодого читателя, важно было вот этот критерий воссоздать, продемонстрировать, и показать, что вот есть некий канон художественной литературе, в большей или меньшей степени, те авторы, которых мы отобрали, они этому канону с нашей точки зрения соответствуют. Я вот хотела бы добавить, как все-таки по-новому вообще здесь эти произведения звучат, вот именно под этой обложкой. Вот мы изучали литературу в школе, и вот особенно мое поколение, мы изучали ее в рамках каких-то стандартов, шаблонов. Вот мы привыкли, что «Разгром» — это произведение о гражданской войне, да, к примеру, хотя здесь повесть «Разлив» представлена Фадеева, а не «Разгром», но тем не менее, там «Шахта Плетнева» — это производственный роман, да, так называемый. Или, к примеру, там есть тут тексты, которые отнесены были со временем, может быть, там в деревенской прозе был такой шаблон, да. И вот сейчас это все тут смотрится, не смотрится, а вот в настоящем смысле воспринимается, не как производственное, не как там о войне, а как дальневосточное произведение. И вот Пришвин становится тут дальневосточником, и другие, да, авторы. Это то, здесь написано о том, что чувствует, думает человек, вот живущий в таком крае, в таком краю, да, который вот каждый день своей жизни вот соприкасается с чем-то особенным. И вот получается, что эта антология, она вот придает просто какое-то совершенно новое, и вообще это характерно для текстов, которые входят в литературу как таковую. Вот их каждое поколение открывает по-новому, да, и они по-новому все равно по-своему остаются актуальными. Я хотел бы подчеркнуть, что решение принималось коллегиально, был создан редакционный совет, его возглавил Виктор Васильевич Горчаков. В редакционный совет по отбору произведений, которые должны были попасть в антологию, вошли известные общественные деятели, писатели, работники библиотек, политики, в том числе. Кроме того, хотел бы сказать, для меня это очень важная вещь. Если мы не знаем свою дальневосточную литературу, своих писателей, то сможем ли мы себя уважать, я не хочу никого обидеть. Но я, допустим, не уверен, что сегодня большинство жителей родного для меня Артема знают, что в городе жил, творил Плетнев, автор очень известного романа «Шахта», по мотивам которого снимаются фильмы, в том числе и за рубежом, и у нас в Советском Союзе «Тихие воды глубокие». Я не уверен, что большинство жителей Кавалеровского, Чугуйского района знают культурное наследие Ивана Басаркина. Как читатель, уже не как руководитель рабочей группы, я бы рекомендовал, конечно, прочитать таких авторов, таких писателей, как тот же Виктор Пожидаев. Я большим удовольствием для себя открыл работу кантологии этого человека, который сегодня до сих пор еще жив, работает, проживает в поселке Кавалерово. Конечно, Пришвин, с моей точки зрения, это не просто писатель, который писал о природе, это по-настоящему философ русского мира, Фадеев. Сегодня творчество его должно быть переосмыслено, это действительно один из главных писателей Дальнего Востока из страны. Читая того же Ивана Басаркина, рядовой читатель, может познакомиться с бытом, с жизнью наших предков, как они охотились, как они жили, как они сеяли пшеницу, как они любили лес и другие какие-то вопросы. Мы должны эти вопросы знать, и антология этому помогает. Вот можно такой пример привести. Я вот живу на улице Героев Тихоокеанцев, и я сижу ночью глубоко и читаю Арсения Несмелого, и я вижу в его тексте, что он снял хибару, по-моему, на берегу бухты Малый Улис, зато название пишет замечательное. За спиной у меня морское кладбище, и настолько пронзительные стихи, у него есть стихи, например, о том кладбище, которое мы сейчас называем морским, и у меня прям слеза меня прошибает. И вот представьте, открывает человек эту антологию, текст открывает, читает, а там написано про то, что, например, сто лет происходило вот в этом месте, где я сейчас нахожусь. Вот на этом льду он ловил навагу, например, подлёдного лова, как мы сейчас это называем, да, и это позволило ему выжить, например, в какой-то момент. В общем, там есть ещё такие вот пронзительные моменты, когда ты вдруг понимаешь, что там, где ты живёшь, это часть какого-то космоса, да, огромного, и исторические глубины какие-то. И ты с этим связан. Да, и ты к этому печасти. Такое чувствуешь, при счастье ощущаешь. То есть такое не понимаешь, если ты читаешь роман Достоевского при всём моём, там, пиетете, и вообще гениальному писателю. Конечно, потому что, действительно, мы все привыкли, что там Москва, Петербург, центр, вот там культура вся, но ведь у нас тоже она есть, была и будет, безусловно. И вот в этой точке столько скоплено человеческих, там, страстей памяти исторической, что просто это пронзительно, вот я другого слова не могу. И ты ещё больше подникаешься любовью к своему дороге. К своему русскому миру. Да, к черкянской России. Это потрясающе, что появилась такая антология, и я хочу также добавить к этой теме ещё такой факт, что сегодня мы даже забываем некоторый, сам факт присутствия здесь, даже на какое-то пусть время, некоторых известнейших авторов, да, и вот к разговору нашему закадру, Александр Владимирович, вы хотели, я знаю, добавить, да, например, про улицы Владивостока. Почему мы не можем позволить себе назвать их именами этих писателей великих? Нет, ну вы знаете, это действительно, с моей точки зрения, проистекает от недооценки, вот, литературы, вообще, гуманитарной составляющей в нашей жизни. И у нас есть улицы, там, Толстого, Некрасова, Пушкина, Пушкинская, а в то же самое время у нас, почти нет или практически отсутствуют улицы, названные именами дальневосточных писателей, приморских литераторов. И, там, допустим, в следующем году будет трагическая, но удивительная тоже по-своему дата. В 1938 году в Владивостоке погиб Осип Мандельштам, великий русский поэт. В Владивостоке состоялся как поэт Арсений Исмелов, там, он здесь выпустил свои первые книги, состоялся как поэт. В конце концов, ну, у нас довольно много, у нас был замечательный поэт Геннадий Лысенко, с именем которого связана, так сказать, яркая тоже страница в истории нашей литературы. У нас много имен замечательных, но почему-то и топонимическая комиссия, и на это как-то скептически относятся к этому. Мне кажется, вот это несправедливо. Эти имена и эти, и многие другие, мы могли бы, так сказать, свои предложения подготовить, они украсили бы просто наши улицы, названия. И антология поможет сломать эти традиции. Вот, я хотела сказать, это станет катализатором к действию, я просто уверена, что так будет. Хотелось бы думать, что так будет. Вообще идея прекрасная, конечно. Возможно, им просто в голову не приходит. Да, вот сейчас... А вообще это очень важный социальный проект, вот Александр об этом не сказал. Были переданы 130 книг для депутатов нашего законодательного собрания, для того, чтобы они работали у себя на округах, с людьми, с населением, дарили эти книги, приучали к ним, рассказывали о них. В ближайшее время 100 книг будет передано через администрацию Приморского края для муниципальных библиотек всех районов края. У всех будет возможность уже полистать замечательную книгу. Да, вы знаете, кроме всего прочего, это ведь просто, это просто вот такой рабочий инструмент для учителей, для педагогов, для библиотекарей. То есть, когда... И материал для ученых. Да, и материал для ученых. В одном томе собраны тексты. Ну, конечно, любой отбор, любая антологичность, любой антологический отбор, это всегда субъективный выбор, но нам хотелось, мы стремились, чтобы этот отбор был и будет в дальнейшем максимально объективным. И поэтому, то есть, собраны имена авторов, так сказать, детям что-то необходимо читать по школьной программе. Нам бы хотелось, чтобы они больше читали наших дальневосточных писателей, и тогда они, как уже было сказано, чувство места, чувство малой родины. Это дает ощущение, это дает прежде всего книга, в первую очередь, литература. Ну, и у власть имущих в итоге, в этом тоже одна из идей антологии, должно быть не предположение, что знать свою литературу дальневосточную необходимо, а знание и уверенность, что без гуманитарной составляющей, без знания своей литературы построить комфортную жизнь не получится. И у власть имущих еще должно быть знание дальневосточной литературы. А еще в завершение нашей программы хочу добавить, может быть, немножко в шутку это прозвучит, но тем не менее, говорят, книга – лучший подарок. Вот теперь мы будем в Москву, в Петербург, в подарок своим друзьям, близким везти не птичье молоко, ну, не только его, а вот такую замечательную антологию. Да, я думаю, что это очень хорошая идея. Они оценили литераторы, писатели современные, московские, там, и вообще известные, вот Александр Владимирович, не даст соврать, оценили, да. Петр Олежковский прислал на английское слово. Да, да, да. И в редакционный совет Эбитов, Санги. Ну, потому что там, то, что мы называем таким, знаете, словом «колорит», немножко затасканным, вот там настолько выражено, но это даже не колорит. Колорит – это, знаете, для туристов, там, вот, там, сувениры какие-то, стилизованные под этнические, там, да, культурные, там, моменты. Здесь самобытность. Самобытность, и для кого-то это экзотика, но самое главное в дальневосточной литературе, насколько соединяется русское сознание и сознание, например, там, китайское, корейское, там нет оппозиции этих сознаний, как, например, в той же западной эмиграции, да, вот, к примеру. Здесь это все настолько, вот, синтез какой-то образует, удивительный. Дорога за устрою движения. Просто все настолько многообразно, и полноценно, я не знаю, полноводно, я бы сказал, да, да, да. Массы людей, они очень активно действуют, куда-то движутся, какие-то у них, вот, я уже говорила там об энергии, и литераторы, которые, у которых критерии весьма, там, я бы даже сказала, амбициозные, назовем это так, под достоинство это оценивают. И им самим, возможно, этого как раз очень не хватает, ну, для, в своем художественном творчестве. К сожалению, нам пора заканчивать. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы пришли к нам, и, конечно же, отдельно поблагодарить за это очень серьезное большое дело, которое вы реализовали, и я надеюсь, что уже в скором времени мы увидим и остальные тома, антологии, литературы Дальнего Востока. Спасибо вам еще раз большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить» в студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова